Всем привет, я кореянка Терыш. Я живу в Корее и прожила в США и в России. Сегодня я хотела бы рассказать вам о стандартах красоты в Корее. В Корее очень жесткие стандарты красоты по сравнению с другими странами, мне кажется. И я бы хотела с вами поговорить на эту тему, потому что там много чего рассказать и обсуждать. Ну, начнем. Поехали! Вы никогда не довольны своим весом? Кореянки всегда недовольны. Во-первых, я не могу пропустить эту тему, это хиппэмум. То есть, кореянки любят худых женщин, очень худых женщин. Мы называем хиппэмум. Это главный такой фактор, с которым вы можете проверить свое состояние тела. То есть, это рост минус вес. Ну, например, у вас рост 160, тогда какой у вас вес? Ну, примерно 50. Ну, давайте посчитаем. 160 минус 50, это 110. Если у вас вес 60, тогда у вас хиппэмум 100. Это хиппэмум. В Корее мечтают иметь хиппэмум 120 или 110. Это самый идеальный такой хиппэмум. Это значит, очень стройная женщина. Но для мужчин совсем по-другому. Но в Корее, если вы, если у вас хиппэмум 105, 195, люди будут считать, что вы немного толстая. Или немного, как сказать, не такая стройная, но немножко толстая. Для меня это большой-большой стресс. Каждый раз я считаю хиппэмум и потом стрессуюсь. И мне нужно похудеть. Есть слово пьёмаль-ла. Пьёмаль-ла. В новостях говорят, что кореянки мечтают стать пьёмаль-ла. Это значит, очень-очень стройное тело, что даже кость видно. Ну, если кость видно, это разве не человек, который умер? Я не знаю. Но такое предпочитается, потому что такое считается красивым. Это наш стандарт. Красота. Вот это очень сильно работает в Корее. Люди считают свой хиппэмум. В новостях часто говорят, что кореянки сидят на диете. Это уже вторая тема. Их вес и голодание. Кореянки мечтают иметь такое стройное тело. Поэтому они часто сидят на диете. И один из самых популярных способов диеты – это голодание. Просто голодать. Ничего не есть. Есть на воде. На воде. Ничего не есть, а пить воды. Это самый популярный способ. Много таких видео на ютубе, на корейском. Ещё многие кореянки занимаются спортом. Например, пьетти. Спортзал ходят. Или пилатес, санцзи. Ну, пилатес очень развит. Йога и так далее. Много способов диеты. Кроме голодания. Интервальное питание. Интервальное голодание. И ещё считать калории. И диеты звёзд. Участников кей-поп-группы и так далее. Я тоже пробовала много способов диеты, потому что я тоже хотела худеть-худеть. Но есть такая атмосфера, что вам нельзя набирать вес. Это уже третий пункт, о котором я хочу рассказать. У нас кей-поп. Очень развит. Культура кей-поп. Культура звёзд. У нас много популярных женских групп. И если они набирают вес, то они сразу получают хейты. Например, в интернете. Не знаю, если вы видели. Но там есть группа. Айлит. Это новая группа. И там есть одна девочка. Она маленькая. Но она нормальное тело. Но люди говорят, что у неё толстые ноги. Какие толстые ноги. Или она набрала вес. Но если кто-то набирает вес, то сразу они пишут комментарии, что кто-то потолстел, кто пополнил и так далее. И если мы видим такие комментарии, мы, естественно, принимаем, что такое тело считается толстым. То есть это плохо. Тогда мне нужно похудеть. Такие циклы повторяют. Но кей-поп, конечно, круто. Я люблю кей-поп слушать. Но иногда такая культура кей-поп. Ну, стройные девушки, самые красивые. Такая культура не очень хорошо влияет на людей, мне кажется. Потому что я тоже стрессуюсь. И вокруг меня все кореянки сидят на диете. Они как привычка говорят. Нужно сидеть на диете. И четвертый пункт. Это немного другое. Это хеорайн. Многие кореянки, они обращают свое внимание на линию волос. То есть они хотят заполнить место, пустое место в лбу. Потому что они считают, что это некрасиво. И вообще, они даже делают тату на лбу, чтобы выглядел их меньше. Ну, такое. Я тоже хотела в салон, чтобы уменьшить свой хеорайн. Но это был интересный опыт. Но я не буду это делать еще раз. Это, конечно, дорого. И я не так чувствую, что мне нужно делать тату на лбу. Это же страшно. И больно. И в Корее такая косметика есть. Тени для волос. Это значит, чтобы закрыть пустое место, как будто у вас густые волосы, наносят тени. Ну, крашат тени для волос. Такое очень популярно. В магазине быстро распродаются. Но это немного другая история. Но в Корее одни очень любят седых парней. Так что они очень заботятся о своих волосах. Волосах мой папа тоже очень сильно обращает внимание на свои волосы. Чтобы они не упали и чтобы у него были густые волосы. Это очень интересно. Поэтому кореянки тоже с молодости. Даже когда они молодые, они стараются использовать шампунь для того, чтобы защищать их волосы. И тальмо. Это падание волос. Тальмо. Они боятся тальмо. Пятое. Это вообще лицо. Но в Корее маленькое лицо считается самым красивым. Поэтому даже это комплимент, если кто-то вам говорит, что у вас маленькое лицо. Это не то, что у вас маленький мозг и вы не умный. Это то, что у вас красивое лицо. Красивая внешность. Это комплимент. Поэтому кореянки стараются уменьшить свое лицо. И поэтому у нас есть слово джунг анбу. Джунг анбу. Это значит часть в середине лица. То есть это вот это. И кореянки, чтобы уменьшить эту часть, часто наносят макияж. Джунг анбу. Очень важно для макияжа, чтобы уменьшить его. В Корее разный способ макияжа. Но по сравнению с другими странами, как США, Россия, мне кажется, в Корее предпочитают естественный макияж. Не такой сильный, не такой яркий. Корея любят как будто хандыд анандыд. Как будто не делала макияж, но делала макияж такое. В Корее любят двойные века, большие глаза. Поэтому раньше в Корее не было знаменитостей, у которых нет двойных век. Но в последнее время таких стало много. Например, ансои, кимгу, исоом и так далее. Но раньше они не могли стать знаменитыми из-за их внешности. Такие у нас стандарты красоты есть. И многие кореянки страдают. А что вы думаете насчет этих стандартных красоты? Вы согласны или нет? Мне кажется, я почти обо всем рассказывала. Но если у вас есть еще идеи, если еще что-нибудь вы хотите обсуждать, пожалуйста, пишите-ка в комментариях. Давайте обсудим в следующий раз. Если вам было интересно это видео, то пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И поставьте лайки. И у меня есть инстаграм и телеграм, тикток. Добро пожаловать. И еще раз увидимся. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok